Сейчас мы узнаем, как действует программа лояльности в магазине вкусвилл. Я взял как раз товар по скидке и буду на кассу его оплачивать. Что мне там предложить? Можно по карте, там есть баловая карта? Номер ее назвать надо, да? Н3101-02. Чек не оплачу. Ну, все понятно, но здесь бонусов у вас нет никаких. То есть я могу просто по карте оплатить и все, да? Ну, сейчас надо, да, по карте. А как-то бонусы начислить можно? Ну, и за эту покупку или как-то вообще страницу. Раскрытьте, пожалуйста, просто. Можно, когда будете говорить номер телефона, у вас будут баллы накапливаться. А, хорошо. А если напрямую будете сканировать, то напрямую скидка будет просили. Все подойдет? Хорошо. Сейчас в магазине «Пятерочка» возьму сок, который по выручай-карте стоит 55 рублей. Но без выручай-карты он стоит 62 рубля. Проверим, как это действует в программе лояльности здесь. Без выручай-карты 62 рубля, правильно будет? Мало. Да, а можно как-то выручай-карту может получить или что-то подобное? Она 9 рублей стоит. 9 рублей стоит она? Да. Ну, давайте, да, оформим выручай-карту. Ну, я, получается, сейчас возьму товар по цене с выручай-карты, правильно? Да, за 54, да. Угу, да, давайте. 54, все вместе 64 рубля, что у вас. Угу. Ну и финальный магазин, в котором мы проверим, как работает программа лояльности, это магазин «Семья». Сейчас также беру товар по акции и иду на кассу, посмотрим, что мне там скажут. А есть ли какая-то у вас программа лояльности вообще в принципе? Вот не этот товар, а в целом? Прям лояльность. Есть, а вы скажите, пожалуйста, вот прям вкратце, вот карта семьи какая-то есть? Ну, что можно привести вот с этим товаром, например? Как-то, ну, начать с этого товара прикопить балл, например, есть какая-то что-то? Ну, карты семьи сейчас нету. А есть сейчас независки? Карта сейчас ленты только будет. У нас молодой человеку там, наверное, много карты ленты. С завтрашнего дня это будет лента. Угу. Как бы, ну, как нам объясняли, типа, карты будут у нас. То есть завтрашнего дня семья – это уже лента и там, соответственно... Да, компания ленты и компания семья, они... Угу, ну, это я знаю, да, я просто завтрашний день уже будет работать как лента, да? Ну, да. Все, я понял. На примере трех продуктовых магазинов мы можем сравнить, как работает программа лояльности для клиентов. Во вкусвели нам за покупку не начислили ни дополнительные баллы, не предоставили никакой особой скидки. Пятерочки нам сразу оформили выручай карту и продали товар уже по скидочной цене. А семья пока не торопится заводить клиентам скидочные карты, так как с завтрашнего дня, по словам продавцов, она уже будет работать под брендом лента. Таким образом, продуктовые ритейлеры уже продолжительное время работают по программам лояльности. И во многих нам удалось сэкономить незначительную сумму. А как сейчас с ними работает средний и малый бизнес? По словам руководителя франчайзингового магазина мужской одежды «Ванклиф» Светланы Архиповой, создать свою программу лояльности вынудил пандемийный период. Результаты были видны уже спустя год. Клиентскую базу удалось нарастить на 83%. Кроме того, удалось установить обратную связь с покупателями. Благодаря бонусной программе системе лояльности я сэкономила на скидках 35% от общего товарооборота. Я на сегодняшний день вижу, как работает мой бизнес. Я могу находиться где-то даже не в городе. И понимаю, что я напрямую могу взаимодействовать со своими покупателями. Однако другие представители малого и среднего бизнеса не видят в программах лояльности никакой экономической эффективности. По мнению владельца магазина «Миссология» Александра Сидорука, лучше правильно выстроить ценовую политику опта и розницы на свою продукцию, нежели делать скидки для клиентов. Также, по словам предпринимателя, стоимость проводимых программ лояльности часто превышает доход, который они приносят. Ну, такой получается самообман. То есть, вроде бы мы даем человеку скидку, но по факту мы эту скидку не даем. Поэтому считаю это не совсем правильным. То есть, есть и бестоимость продукта, да, к которым все затраты, которые ложатся. И есть наша рентабельность, те деньги, которые нам нужны для того, чтобы жить и развиваться. Вот эти две составляющие – это и есть цена. Несмотря на неоднозначное отношение к программам лояльности, предприниматели отмечают, что нужно цифровизировать свою деятельность, и чем быстрее, тем лучше, так как мобильные приложения позволяют расширить аудиторию. Однако стоимость подобной разработки для отдельного предприятия сейчас варьируется от 2 до 6 миллионов рублей.